Второй миссионерский поход Это желание посмотреть, как дела у церквей, основанных в первом миссионерском походе, у тех же самых галатов. По некоторым времени Павел сказал в Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне. Как они живут. Это желание посмотреть, желание помочь церквям, желание укрепить церкви. Между Варнавой и Павлом происходит спор, распря из-за Иоанна Марка, 39 стих. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией. Вот тут какая вещь, я очень коротко об этом скажу, потому что у нас не так много времени. В нашем служении бывают моменты, когда мы понимаем, что с каким-то конкретным братом или конкретной сестрой мы никак не можем договориться. У нас не получается совместного служения. И бывают моменты, когда мы решаем, что вот смотри, ты идешь сюда, я иду сюда. Вместе мы работать не сможем, вместе мы служить не сможем. Что важно здесь, в деяниях апостолов, а потом уже в посланиях, мы с вами прочитаем уже в конце жизненного пути апостола Павла, что между ним и Иоанном Марком произошло потом примирение. Что Иоанн Марк был рядом с Павлом. Что их расставание не было вечным расставанием. Их расставание было лишь временным. Это скорее стратегическое расставание двух разных людей, которые при этом остаются братьями во Христе. И иногда мы, разные христиане, можем по поводу каких-то вопросов друг с другом не соглашаться. У нас будут такие стратегические расставания. Мы понимаем, что вместе мы служить сейчас не можем. И лучше нам вместе не служить. Но наша молитва и наше желание все равно должны быть направлены на примирение. На восстановление мира между нами. Рано или поздно. На самом деле лучше раньше, чем позже. И вот Павел идет уже с новой командой. С ним Сила. Потом мы узнаем, что с ним будет еще и Лука, евангелист. В начале 16 главы Деяния апостолов в Листре он встречает Тимофея. Молодой человек. Помните, мы читаем, что мать его была иудейка. Отец у него был Эллен. И этот человек отправляется в путь дальше с Павлом. Мы читаем дальше, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. Вот этот человек становится и помощником, и спутником, и другом апостола Павла. Он идет дальше. Он общается с верующими людьми в разных городах, до городах, пока не совершается с ним очень важное событие. Седьмой стих. Дойдя до Мессии, предпринимали идти в Вифинию. Но дух не допустил их. Миновав же Мессию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». Бог не пускает их туда, куда они хотели. Бог как бы закрывает им все остальные пути и оставляет им лишь один пункт назначения. Он отправляет, он оставляет им только Македонию. Вот. А он оставляет им только один путь. Смотрите, они собирались в миссионерский путь, миссионерское путешествие для того, чтобы ободрить церкви. Но когда они уже взялись за Божие дело, когда они уже находились в пути, Бог показывает им новые горизонты. Причем горизонты доселе неслыханные. Теперь им придется встречаться не только с Эллинами, но и побывать в самой Элладе. Они попадут в Грецию. Теперь станет, в частности, понятно, зачем нужен был Тимофей. Внимание обратите на то, что в начале 16 главы просто говорится, что у Тимофея мать Иудейка, а отец Эллин. И, в общем-то, непонятно, зачем в этой кампании нужен Тимофей. Только к 10-11 стихам, когда они отправляются в Элладу, становится понятным, что Тимофей здесь не случайно. Это ружье таки выстрелило. И выстрелило оно очень быстро. Помните, если ружье в первом акте, в первом действии на сцене висит, то в пятом оно обязательно выстрелит. Вот это ружье выстрелило очень быстро. Господь дал Павлу, этого спутника, Тимофея, зная о том, к чему Господь будет призывать Павла позже. И Евангелие распространяется в Элладе. И Евангелие приходит в Филиппы, в город Александра Македонского. В город им, который назван именем Филиппа Македонского, отца Александра. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. Или где по обыкновению находилось место для молитвы. Иудеи не могли там устроить свою синагогу, потому что для образования синагоги нужно было определенное количество мужчин. А там этих мужчин не было. Там мы читаем, что они сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. Значит, это была такая женская малая группа. Кстати говоря, ну так скажу с некоторым юморком, некоторые братья не могут себе представить. Один мой брат знакомый говорит, слушай, ты представляешь, меня пригласили в церковь в качестве гостя на женское изучение Библии. Я говорю, ну как там было? Он говорит, я не пошел. Я говорю, почему? Он говорит, ну как я туда пойду? Нельзя. Я говорю, да, апостол Павел ходил. Он говорит, как это? А я ему говорю, вот посмотри, значит, он сидит у реки на женском изучении Библии. В 16 главе Диане Апостолов. А потом даже в гости идет. Он говорит, ух ты, слушай, мне, наверное, надо было пойти. Я говорю, ну теперь поздно, значит, брат. Вот в следующий раз, если пригласят, я его как-то спросил, вот с того времени уже прошли годы, я вспомнил это событие, я спросил, ну что, еще приглашали? Он говорит, нет, больше не было. Я говорю, ах, брат, упустил ты единственный свой шанс посмотреть, что же там такое происходит. Вот, но возвращаясь к серьезному разговору, он встречается с женщинами, с лидией из Фиатиры. Это достаточно богатая женщина, она купец, она представитель сферы торговли, бизнес-вуменша, если хотите. Торгует она багреницу, а багреница это очень дорогая, изысканная, как сейчас бы сказали, эксклюзивная ткань. И вот она начинает, она была из язычников, почему мы это знаем? По двум причинам. Во-первых, имя ее, Лидия, это греческое имя. Во-вторых, по определению написано, что она чтущая Бога, в русском переводе чтущая Бога. Так говорили о язычниках, которые приближены к Богу. А вообще говоря, самый невероятный кандидат для того, чтобы Бог ее дальше использовал. Это женщина, это язычница, это вроде бы приближенная, но все-таки не совсем своя. Но Господь начал работать в ней. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, и смотрите, что здесь Лука уже вместе с Павлом, он присоединился к Павлу еще несколькими стихами выше, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Вот эта встреча. Это первая встреча на греческой земле, на земле Лады. Такая первая, скажем, которая подробно задокументирована в деяниях апостолов. Это первая встреча с женщиной, которая стала христианкой. И дом ее, все домашние ее, все домочадцы ее, пока еще семья ее, возможно, также и рабы, и слуги, мы точно не знаем, покаялись вместе с ней. Вот первое подтверждение этого македонского призвания. Помогите нам. Они пришли, они оказывают помощь, и люди отзываются. Но не все так легко. Они встречаются еще с одной женщиной. Это служанка-провицательница. Причем служанка, на которой делали деньги. Помните, ее хозяева делали деньги на ее прорицание. 17 стих достаточно интересен. И я за Павлом, за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу, и повлекли на площадь к начальникам. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Она, эта служанка, движимая злым духом, начинает говорить о том, что эти люди возвещают нам путь спасения. Вроде бы она ведь говорит правильные вещи. Эти люди действительно слуги живого Бога. Эти люди действительно возвещают путь спасения. Вроде бы она говорит все правильно. Проблема в том, что она шла за ними и говорила это постоянно. Своим присутствием, повторением тех же самых слов, она фактически дискредитировала христианство. Она дискредитировала проповедь Павла и силы. Почему? Она ходит с ними, явно, что она бесноватая, странного вида, говорит постоянно одно и то же. Она указывает не на Бога, а на людей. Эти люди, они, конечно, возвещают путь спасения, но посмотрите, какие эти люди. Павел просит ее замолчать, она не замолкает. Павел обращается к духовной сфере и говорит духу, выйди из нее. На христианстве бывают наросты. Вот такая накипь. Я думаю, с подобными людьми, с подобными явлениями все вы встречались. Говорит вроде бы хорошо. По крайней мере, правильно. Слова как слова, но дух не тот. На словах все хорошо. Но ты понимаешь, что это не от Христа. Возможно, вы встречались с людьми, которые пытаются сказать вам вроде бы какие-то красивые, приятные вещи, даже льстивые вещи. Вот какой ты... А, даже вам конкретный пример. Один миссионер, молодой миссионер, христианской миссии, работающий со студентами, приехал домой, в городок, в котором родился. Приехал в свой родительский дом. И мама его, мама неверующая, кстати. Она пока тогда, по крайней мере, так и не покаялась, сейчас не знаю. Ну, говорит, слушай, ну пойдем, тут родственников полгорода вообще. Нужно пообщаться и с теми, и с теми, и с теми. Вот. А и... Ну, вот пошли, ладно. Там отец уже умер к тому времени, помню, не было отца. Вот, пошли там с родственниками встречаться, с знакомыми, с друзьями. И он мне об этом рассказывал, говорит. Я, говорит, сначала не понял, почему так тяжело. Говорит, мы куда не придем, а город маленький, все друг друга знают. Она говорит, мама говорит. Вот какой у меня сыночек. Он едет. Он ездит по всей стране. Он со студентами разговаривает. Он по общежитиям приходит. Ходит. Все его слушают. Всем он о Боге говорит. Вот. И вот как он живет. Я не представляю, как он живет. Денег у него нет. Он сам не работает, он поддержку собирает. То есть, представляете, кто-то, мол, сыночку еще деньги дает на это. У меня вот это в голове не укладывается. Но вот какой он у меня умница, как он устроил. И ключевая фраза, когда мой друг понял, что что-то не то, говорит. Смотрите, как он хорошо в этой жизни устроился. И тогда я понял. При том, что там есть, в общем-то, правильные вещи. Я же действительно говорю о Боге. Я действительно встречаюсь со студентами. Но акцент не на Боге. Акцент на том, как мой сын в жизни хорошо устроился. Какие-то околохристианские вещи, которые к христианству не имеют никакого отношения. То, что слова этой прорицательницы к христианству не имели никакого отношения, мы видим буквально в следующих стихах, когда Павел изгоняет духа, злого духа из этой самой женщины. И она фактически теряет свой дар пророчествовать. А ее хозяева теряют деньги. Павла и Силу берут, и Луку, скорее всего, тоже приводят к начальникам города и говорят, сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Чуждую проповедь они принесли. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Давайте посмотрим картинку. У нас есть рисунок, камера в тюрьмы в Филиппах. На самом деле здесь происходит вот такая вещь. Их наказывают, их избивают, а потом ввергают в тюрьму. Вот по римскому законодательству, когда их ввергли в тюрьму, вот этот момент, это, скажем так, была камера предварительного заключения. То есть это было лишь, это не было наказание. Их посадили в тюрьму для того, чтобы потом с ними разобраться. Это камера, скажем, заключения на то время, пока идет следствие. То есть это еще не заключение, когда приговор подписан, когда все, значит, вы виновны и так далее. Им дали палок, их побили в качестве такого предварительного наказания. И дабы защитить от народа, дабы защитить от толпы, и обеспечить следствие, их заключают в самую тюрьму. И тюремный старший их стережет. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Ему сказали, что их нужно обязательно стеречь. Они возмутители спокойствия. Все серьезно. Это великолепный фрагмент священного писания, великолепная история о свободе. Только что мы с вами читали в послании к Галатам, 5 глава. К свободе призваны вы, братья. Только его свобода с вашей не стала поводом угождения плоти. 16 глава книги Деяния апостолов – это тоже глава о свободе. Павел и его соработники вергнуты в темницу. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что они делают в темнице. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. А Павел и Сила, у них ноги в кандалах, в колодках. Они находятся в тюрьме, а не в храме. Ночь. И они начинают молиться. Они начинают петь. Они устраивают вечер хвалы и поклонения. В таком совершенно неприспособленном для этого месте. Микрофонов нет, да ничего страшного. Господь все равно есть. Самое интересное, что в этот момент Павел и Сила свободны. В этот момент Павел и Сила не сядут, не дрожат и говорят, ну что с нами будет, ну что с нами будет. Они устраивают хвалу Господу. Они свободны в проявлении своих чувств, в проявлении своего отношения к Богу. Кандалы не могут их удержать. И как бы дополнением к этой духовной свободе идет и физическая свобода, которой они не воспользовались. Они свободны были остаться в тюрьме, когда кандалы пали и двери распахнулись. Понимаете, друзья мои, если бы я вдруг оказался в подобных обстоятельствах, вот сижу в тюрьме, не дай бог, конечно. И вдруг совершилось землетрясение, эта тюрьма разваливается, цепи упали, двери открылись. Вот я бы убежал, быстро, сразу, не раздумывая. А потом, если бы меня об этом спросили, перечислил бы вам тысячи духовных оправданий своего поступка. 26 стих. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Не свободен, по иронии судьбы, не свободен во всей этой ситуации лишь один человек, это темничный страж. Темничный страж даже не разбирается, что происходит. Темничный страж достает меч и собирается покончить самоубийство, покончить с собой. Потому что он уверен, что узников нет, и потому что он знает, что его ждет. Чтобы прояснить эту ситуацию, приведу пример человека по имени Галеон. Галеон это римский деятель, причем достаточно известный деятель, который в частности был правителем в провинции Ахая, в Каринфе. О нем мы еще будем читать. В 18 главе Деяния апостолов его имя появится. Император Нерон прислал Галеону следующую записку. Я недоволен тем, как ты служишь империи. Настоятельно рекомендую тебе покончить с собой. Если ты это не сделаешь, тебе в этом помогут другие. Но сделав это, ты сбережешь свою честь. Вопрос. Был ли свободен Галеон? Ему настоятельно рекомендуют, дабы сберечь свою честь, покончить с собой. Вот так. Ни много, ни мало. Ни больше, ни меньше. До сих пор историки спорят по поводу того, как погиб Галеон. Некоторые говорят, что он исполнил такие повеления Нерона. Другие убеждены, что мы ему в этом помогли. Так темничный страж, живя в этой системе, тоже знал, что помогут, если разбегутся узники. Не был свободен темничный страж. Павел и Сила свободны были. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу и Силе, и выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И эта фраза двусмысленна. С одной стороны, что мне сделать, чтобы спастись от ответственности, которая меня может постигнуть за случившееся? Непонятно, что там еще произошло в эту ночь. Но с другой стороны, что мне сделать, чтобы спастись перед Богом? Что мне сделать, чтобы быть столь же свободным, как вы сейчас? Что мне сделать, чтобы обрести свободу? Потому что я понял, что в кандалах-то я. Потому что я понял, что я спал, я проснулся, я предположил, все разбежались, я чуть не покончил с собой. А вы здесь. И вам хватило силы и мужества, чтобы эту свободу проявить. Владимир Марцинковский, один из родоначальников студенческого христианского движения в России в начале 20 века, рассказывает о том, как уже при советской власти, по-моему, в 1919 году он попал в тюрьму. Он просидел там несколько месяцев в то заключение. А сидя в тюрьме, он начал нести служение заключенным. Но тогда советская власть еще не научилась, как следует, в кавычках, поддерживать порядок в тюрьмах. И одни заключенные могли ходить к другим, встречаться с другими. Марцинковский, работая в библиотеке, получил даже возможность доступа в камеру смертников, где были люди, приговоренные к смертной казни. И вот к Марцинковскому приходят и говорят, вы свободны. Сегодня до 15 часов вы покидаете тюрьму, собираете вещи, до свидания. На что Марцинковский отвечает, спасибо вам большое. Вы знаете, у меня тут еще сегодня несколько встреч запланировано с другими заключенными. И в частности, камеру смертников мне обязательно нужно посетить. Так что я к вечеру, конечно, пойду домой. Но можно, во-первых, я здесь еще останусь пока. А во-вторых, у меня не все вопросы здесь еще решены, я людям помогаю. Можно я еще сюда приходить буду? Вот вы можете себе представить, сколь свободным должен был человек, быть человек, который, освобождаясь из тюрьмы, говорит, а можно я еще сюда вернусь по доброй воле? Вот это, друзья мои, есть свобода во Христе. Вот это то, что увидел филиппийский тюремный страж. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. Тюремный страж становится их служителем. Он помогает им, потому что теперь они братья. Братья во Христе. И он и весь дом принимает крещение. А они приходят к нему домой. Совершенно не важно, что уже дальше будет с этой самой тюрьмой. Мы не знаем, какая там дальше была ситуация. Мы знаем и догадываемся, что тюрьма и все то, что там происходило, теперь отступает на второй план. На второй план оно отступает до утра, правда. Когда утром начальство городское решает тихонько замять вопрос, избавиться от Павла и Силы. Значит, они указывают, приказывают отпустить тех людей. Темничный страж объявил о всем Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним. Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу. А теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут они сами и выведут нас. Можно вслед за историками сделать реконструкцию, что они все-таки под утро к эту самую темницу вернулись. И за сюда приходят и говорят, слушайте, все, идите, все, нормально. И вот тут Павел начинает выступать. Вот тут Павел вспоминает о своем римском гражданстве. И вот тут Павел требует, чтобы юридически было указано, они не виновны. Римское право было устроено очень интересным образом. Если в нашем законодательстве работает норма закона, то в римском законодательстве важное значение имела так называемая прецедентная норма. Что это значит? Это значит, что если суд какой-то инстанции или власти какой-то инстанции решили вопрос именно так, то в дальнейшем решение других аналогичных спорных вопросов можно основывать на уже имеющемся прецеденте, на ранее принятом решении. Конечно, существовали механизмы, позволявшие опровергнуть или отменить ранее принятое решение. Но в принципе вот эта система работала. Если Павел и Сила сейчас получат официальную бумагу от властей, что они не виновны, то потом, когда кому-нибудь захочется, какому-нибудь местному царьку захочется их привлечь к ответственности за то, что они распространяют чуждые убеждения, они могут сказать, ребята, вот в Филиппах этот вопрос уже рассматривался. И там нас признали невиновными. Именно поэтому, именно этого и требует Павел. Говорит, я так просто не уйду. Вот вы мне дайте бумагу, не скажите, что все в порядке. 38 стих. Городские служители пересказали эти слова воеводам, эти испугались, услышав, что это римские граждане. И придя, извинились перед ними и выведя, просили удалиться из города. Удалиться понятно почему. Почему? Ну, чтобы больше не побили, потому что возмущение еще есть. Но фактически, в этот момент, извинившись перед ними, римская власть или местные представители римской власти признали их невиновными. И попросили удалиться, дабы защитить их от возможных посягательств со стороны других местных жителей. Вот, собственно говоря, этим и кончается 16 глава Деяния апостолов. Потом этот карбланш, потом это понимание невиновности очень пригодится Павлу. Мы об этом будем читать несколько позже. А завтра мы начнем с того, что Павел и его спутники приходят в город Фессалоника. Город, который потом будет иметь большое значение в новозаветной истории. А на сегодня мы давайте завершим молитвой и попросим Божьего благословения. Господь наш и Бог, поблагодарим Тебя за то, что в Тебе мы подлинные и по-настоящему свободные люди. Это свобода не внешняя, а внутренняя. Даже если внешне нас стесняют какие-то обстоятельства, Дух наш свободен в Тебе. Даже если внешне не все ладится, мы можем посмотреть на все это глазами Твоими, Христос. Мы славим Тебя, наш Бог, за то, что через служение апостола Павла евангельская весть достигла и нас. Мы стоим сегодня в свободе и просим Тебя, Господи, дай нам жить в Тебе, ибо Ты живешь в нас. Пусть вот эта новая жизнь, полученная, преображенная жизнь, бьет в нас ключом и становится свидетельством для окружающих. Да будет слава Тебе наш Бог. Великим именем Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok